Давайте так, три часа целых была та сессия. Кто хочет поделиться осознаваниями насчет компромиссов? Может, ты так понял или вспомнил какие-то свои компромиссы? Никто? Никого не встырило за это время, за час отдыха? Алан Чумак. Алан Чумак. Алан Чумак. Алан Чумак. Я не знаю, надо спросить у вашего тела. Может, она говорит о том, что всё реально? Восстановление. Восстановление. Я надеюсь, потому что это самое случилось, что он не назвал. Я ходила, что в телевизор не забывала. Ага. А сейчас уже нет. И вот полгода назад, это просто без причины, ни травмы, ничего не было. Вот я хотела дать себе вопрос. Угу. Я очень сильно вот от хоревоза не хоревозом, я отступаю. Я вот в воскресе 11-го года, даже не была в воскресе, но всегда все когда мне отступала, он с утра поднимали меня в воскресе. Угу. 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 а теперь но если будет ну как бы если тот момент насчет возможность протеза и отказ от протеза и это не очень четко озвучено то она насчет развиваться опять закроется потому что вы сами говорите что вы создали ситуацию таким образом чтобы отдалить да а нельзя было отказаться пока а то есть не тот а вот этот чтобы был а все поняла все поняла ага вот и создаем реальность классно то что я говорю так про просчитали здесь надо вот так здесь надо вот так известно да вот так необходимо понять какой опыт именно ценности этого опыта детальки ценности опыта то есть благодаря этой ситуации можно очень быстро научиться что-то ценить и тогда можно не затягивать эту ситуацию и дальше из нее выходить можно ее продолжать и как бы этим продолжением где-нибудь в конце затяжном периоде вдруг научиться это ценить как бы не через осознанное погружение туда что я сейчас проживаю там что я что я чувствую да когда там живу вот здесь вот что я чувствую когда физически зависима что я чувствую чем у меня это учит вот очень здесь момент силен там чему меня это учат не в смысле там наказание ну вот здесь вот как раз идет размышление о том что вы чувствуете что вы учитесь ценить то есть благодаря того, что вы физически зависима. Это же другой опыт, чем когда просто можешь делать... Это страшно. Вот. У меня было... Я была в руках мамы, но подалечаясь, я вспомнила вас, что вы можете видеть. То есть, ты едешь как-то взорваетесь, и так подойдет, и так... Ну вот, например, это опыт сотрудничества, когда существо дает... Ну как? У меня был период, когда очень сильный был... Короче, сложная ситуация была. Не было паралича, но у меня были круглосуточные головные боли, я засыпала в нервном... Да, в нервном истощении. И я заметила, что я не позволяю себе быть слабой. Да, не позволяю. То есть... Что-что? Я... А? Не-не-не-не, у меня не было, что все слабые, нет. У меня было, что... Не жалейте меня. Я сейчас сама встану. Да, сейчас я сама все пойму. Сама это вот, сама ты-ты-ты. И я блокировала сотрудничество. То есть поток туда-обратно таким образом. То есть для меня этот опыт был в том, чтобы научиться... Есть сферы, в которых я не справляюсь, например. Или сферы, в которых я мало разбираюсь. Или сферы, в которых мне необходимо сотрудничество с кем-то еще. То есть вот этот опыт мой научил меня ценить сотрудничество. Это просто к моменту, как размышлять насчет, чему меня это учит. Вот. Так. Ну давай. В один из дней, когда я работал официантом, у меня девчонка бармен спросила... У тебя... Ну, смотрела на меня так? Я даже не понял, почему она спросила. У тебя есть аллергия? Я сказал нет. Так вполне естественно. Потом ходил и думал на эту тему. Потом ни с того ни с сего... Я обычно так делаю. Начал отправлять свое восприятие на макушку. Оттягиваю так его. Все так поднимается, поднимается, поднимается. Появился какой-то небоятный страх. И я примерно около месяца или полтора месяца не пил чай... Ну, то есть не пил... Не пил сахара. Чай пил без сахара и без молока. Потому что молоко там у нас в баре противное. И сахар... Потом рефлекторно от страха... Я из той точки, которой... Не знаю, как объяснить. Меня потянуло, почему-то попить чай с сахаром. С этим дурацким... Ну, просто чай с сахаром. Попил... И... По телу пошла усталость. Вообще такая... Типа я сейчас что-то сделал... Ну, на компромисс. Я знал, что... Ну, не надо пить чай с сахаром. Но все-таки сделал это. Сразу же поднялась температура. И... Изменился запах тела. На вечер я осознал, что у меня на лице появились покраснения. Понтоваться тем, что у меня нет аллергии, не стоит. Ничего себе! А ты, когда отвечал, ты знал, что у тебя есть аллергия? Да я... Нет, у меня не было аллергии, правда. То есть на молоко и сахар не было такой аллергии? Ну, я не знаю. Может быть и была, но я не помню. Не, ну если ты не знаешь, не помню, что... Нет, не было аллергии. Но она появилась, определенно появилась. И... Еще. Я хочу просто пожелать, лучше советую просто людям прощать. Отпускайте, отпускайте всю боль, которую причинили перед вам. Прощайте себя. Не привязывайтесь к конкретному образу. Просто прощайте, отпускайте. Не, вы... Вы не такие, какие вы есть. Вы можете быть и другими. И... Что-то еще хочу сказать. Что-то еще. Кстати... Пикассо... Как-то Пикассо спросили, я... Когда я хотел тебя перебить... Угу. Сказал... Не... Да-да-да, то, соблю себя. Не говори, а то потеряю мысль. Вот. Я хотел сказать, что Пикассо... Пикассо... И его когда-то спросили... А... Вы... 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 Хотели бы встретиться с героями своих картин? Ну, там, вы же рисуете страшных существ, кривых таких, косых... Нет, ни за что на свете. Но зачем вы тогда их рисуете? Он говорит, я не... Карти... Я не этих существ рисую, я картины пишу. Вот что я хотел сказать. Я не этих существ рисую, я картины пишу. Ну, я сам не знаю, что я сказал. То есть, забейте. Да-да-да. Он говорит, все. И еще я... У меня папа в детстве всегда учил благодарить за то, что... Ты дожил до этого дня. Потому что мог бы и не дожить. Ну, как бы как будто... Я не особо ценил вот эту... Ну, заботу. То, что он меня... Как бы заставлял молиться. Но я сейчас даже до сих пор молитву не воспринимаю как... Молитву не воспринимаю как... Как понимание какое-то. Ну, то, что благодарен тот, кто дошел до этого дня... Это благодарен. Это пока все, что я хотел сказать. Спасибо. Ага. Вот получается, когда какие-то там, ну, скажем, негативные эмоции идут, это знаки, с которыми... Ну, через чем можно работать над собой. Правильно? Да. И один из таких штучек, которые вот у меня есть, это жадность. И жадность, притом она... Говорю, а сердце начинает уже так... Жадность в мелочах в основном. То есть, например, там потратить 50 тысяч или еще что-то, это, в принципе, достаточно легко. Принял решение, там тынь-тынь-тынь. А когда там надо с женой или с детьми съездить в магазин, и там возникает вот это, вот это, вот это, вот это вот, меня это начинает жутко напрягать, и это... У меня прям состояние такое, вообще прям, я становлюсь колючим ежиком, там, вот, и это вот с одной стороны, да, с другой стороны, я сейчас вот в перерыве с тобой разговаривал, что есть такое, как бы, понимание, что знания людям надо передавать бесплатно. То есть, и получается две, как бы, таких штучки, то есть, с одной стороны, отдавать надо бесплатно, то, что вот считаешь, как бы, ценным, да, а с другой стороны, есть вот эта вот фигня, которые у меня, вот, и притом тоже вот не так давно ситуация была, там, например, с утра там просыпаешься, хорошее настроение, там, ля-ля-ля, ломаются машины, я понимаю, что я попадаю на пять штук, думаю, ладно, нормально. Жена говорит это, вот мне надо там купить там одежду, я говорю, ладно, нормально, уже, знаешь, так немножко скрипя, вот мы едем в машине, она говорит, да, еще там надо купить маленький блин, короче, и я такой, аааа, все. То есть, в этом месте вот этот маленький плинтус, он меня, короче, да, добила плинтусом, да. И, притом, вот эти вот вещи, то есть, я вот не понимаю, все равно, как бы, то есть, я вот эти механизмы, как бы, отслеживаю у себя, да, а что сильно у себя поменять внутри, я не догоняю. Ну смотри, вот на твоем примере, тебе необходимо увидеть алгоритм, когда ты отдаешь много, нормально, среднее, уже тоже нормально, но когда тебе нужно отдать какую-то маленькую вещь, маленькую частичку, у тебя начинается паника, вот нужно, это алгоритм, много, среднее, нормально, когда что-то выразить, например, то есть отдать, да, что-то очень-очень маленькое, какую-то маленькую частичку от большого, маленькую частичку от большого, здесь нужно размышлять, анализировать, и с разных сторон смотреть, чтобы найти алгоритм, который потом, как формулу, представляешь, внутрь, и как в компьютере, да, ищет совпадение, совпадение найдено, раз, и вы такие, аааа, и вот здесь вот ты смотришь алгоритм, большой, нормальный, среднее, тоже нормально, маленький кусочек, и ищешь у себя раньше, в детстве, например, когда такое было когда тебе нужно было что-то кусочек чего-то отдать и потом была какая-то такая твоя реакция может быть у тебя забрали что-то маленький кусочек у меня сразу воспоминание детства один раз мать приходит домой у меня друзья чушь ты их это завести они были весь день чушь ты говорит за весь день ты это не покормил вот я говорю я боялся что ты меня поругаешь если я там это еду все отдам ну так нельзя быть надо было же быть твоих друзья там надо и был кормить там ладно еще раз она приходит мы короче съели все так это первый момент вот смотрите так происходит работа с телом первые воспоминания когда ты это видишь да вот сейчас это озвучил а теперь можешь говорить своему телу вот я это увидел спасибо давай дальше вот и дальше тело тебе может поднять следующие воспоминания к ты снова думаешь об этом большой кусочек средний кусочек и вот этот маленький из-за которого есть сыр-бор тут и думаешь например это когда яма в какую-то мелочь от себя отдавал отрывал или у меня и забрали например или наорали когда я взял кусочек чего эти бывает у меня так бывает торт вам покупает тот я обожаю крем на торте да 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 то есть я хожу хожу вокруг него манусь 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 жду пока никого нету там возьму там кусочек с этого торта съем кусочек крема да там розочку их там много все равно тут приходит мама и говорит блин блин это торт был бы сам в гости его отнести вот например такую логику то есть и рассматриваешь с разных сторон куда куда этот алгоритм можно применить ты как бы запускаешь его в нервную систему а тело начинает искать так у меня была ситуация когда папа хотел подарить мне фотоаппарат фотоаппарат стоит 1200 баксов и вы начинает степу такой паника просто страшно игру мощный надо фотоаппарат может у меня там есть и нам иметься все нормально там ты 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 и папа нет у нас есть возможность вот и хотела снимать вот как бы пожалуйста а мне начинает типать и потом уже когда купили фотик я сижу такая думаю ну хорошо если бы фотоаппарат стал там 1200 как что было короче если бы фотоаппарат стоят я начала отсюда там 500 не типает 600 не типает 700 не типает 1200 там начинается у меня мандра я думаю ни хрена себе просто на вот цифру да то есть 800 нормально 1200 уже паника уже паника да я сидела и начинала думать где где и когда это могло быть и потом вспоминаю прошло это минут 30 это очень сложно было там нет и так и так и так обычно моментально вспоминаю я погружаюсь в это ощущение паники и думаю ну 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 где за такой цифры может быть такая реакция авто вспоминаю папа когда в первый рейс пошел то когда он пришел и он на маму наорал типа вот в этом за 9 месяцев потратили 1200 долларов скандал и у меня это очень четко закрепилась что вот мы с мамой проели 1200 баксов папа кричал сейчас он подходит игрит хочешь и тебе за 1500 дам фотоаппарат и майнди на систему чтобы он потом вот пришел и сказал мне а вот это еще то есть вот эта логика и старайтесь фокус менять когда ищите первое необходимо вычислить алгоритм то есть именно логику ситуации а потом прикладываете и в детство в подростковый возраст размышляете об этом алгоритме и тело моментально начинает поднимать воспоминания и потихоньку потихоньку вы приходите к такому это вот отсюда да там но этапа через эмоции и чувства эти воспоминания поднимаются то есть эмоции и чувства здесь ключ если вы просто при этом мозгами логически доходите что скорее всего это была вот эта ситуация а эмоции и чувствов нету это не будет работать телесных трансформационных моментов не будет происходить что там еще поднялось нет нет пока но я сам главный понял что алгоритм это то есть в любом случае как бы мне надо копаться внутри скорее всего это прошлое как бы пересмотр надо просматривать вот эти ситуации и вот это алгоритм применять это если будут эмоции значит я попал да да там телесно сразу будет моментально спасибо еще кто-нибудь давай в общем недавно я поняла то что если ты читаешь книги или видишь фильме какую-то ситуацию среди знакомых и это вызывает у тебя бурю эмоций значит скорее всего это с тобой когда-то происходило только ты не можешь вспомнить какая ситуация была например когда я как-то в детстве читала стихотворение про гусеницу про красивую как будто ее убили там и так далее и у меня это вызвало слезы почему-то потом я маме это значит вот я так расстроилась из-за этого стихотворения вроде какая ерунда она говорит это знаешь что в детстве вот при мне гусеницу растоптала не было для тебя стыдно и как бы я хочу найти инструмент или проработать алгоритм потому что вроде бы все понятно в то же время пока на практике для нас не реализую что не очень понятно как у меня допустим идет приведение к вами здравствуй мама потом я понимаю что я поступаю точно так же как она так же неадекватно нелогично и думаю ну блин а что дальше с этим делать и не знаю ну я не глупо совсем значит просто рассматриваешь изнутри себя когда ты сама так поступаешь что ты чувствуешь при этом без наверное можно не детализировать но хотя бы отвечать то есть когда сама ты выражаешь презрение да и нет ты презираешь маму за какие-то действия так как эти действия делаешь сама что ты ощущаешь ну какую-то правоту свою почему-то я в этот момент уверена что я права так что как будто может быть я знаю лучше чем кто-то вот я права я знаю лучше чем кто-то смотри в зеркало и буквально можешь говорить когда ты права и знаешь лучше чем кто-то я тебя презираю только в начале свое имя потихонечку потихонечку машка ты права я знаю я знаю какие две фразы когда когда ты делаешь то за что ты презираешь маму ты испытываешь скала правоту и что ты испытываешь при этом что я знаю лучше чем другой человек уго маша когда маша когда когда я чувствую что ты права я начинаю знаешь знаешь так маша когда ты права я тебя презираю вторая строчка маша а вторая строчка а когда когда я когда ты ведешь себя лучше чем другие я тебя презираю знаешь когда знаешь значит когда знаешь лучше чем кто-то в смысле а ты знаешь что ты знаешь больше или лучше ну просто получается ощущение ну просто получается ощущение своей правоты и что видимо при зрении к мнению другого человека к его потребностям просто ты знаешь вот я хочу так как было чтобы я хочу а значит маша когда ты права и хочешь чтобы было по-твоему да нужно твои фразировки давай маша когда ты права и хочешь чтобы было по-твоему я тебя презираю нет это моя была фразировка была по-твоему вот когда так очень сложно снова и снова воспроизвести какую-то часть во фразах там слепое пятно значит запрещаешь себе да запрещаешь себе вспомнить осознать приходится вот буквально по кусочкам по шагам идти туда внутрь давай Маша когда ты права Маша когда ты права я тебя презираю чё ржу что и в опыте это звучит на самом деле почему Маша у нас нету для нас да гениально у нас вообще нет разницы сейчас будет еще один около зеркала у тебя зеркало справа да это идеальный зал практикующие сразу могут практиковать и хором да коллективная шиза это даже не секта что значит для тебя презирать он уважает а еще чего лишать другого человека когда ты его лишаешь когда ты презираешь другого человека что ты прекращаешь к нему выражать или чувство ну наверное нежность внимание заботы если без наверное внимание какое внимание с его потребностям с его чувством потребностям значит так Маша когда ты права я прекращаю нет я как-то сказала нет здесь нужно видишь она прочитала фразу не было эмоциональной реакции глубокой был смех как защитная реакция это не то это значит когда идет смех необходимо больше разложить слово термин что это значит четко то есть давай еще раз можно вот разложить что это значит четко прочитать может тоже не цеплять в этом моменте чего ты лишаешься то есть что я не выражаю когда я как-то отношусь то есть чего я лишаю другого человека в чем я ему отказываю ну вот так это такая большая сфера да ты сказала на потребности ты отказываешь во внимание маша меня игнорирует потребности другого человека вот маша когда ты не права я игнорирую то чего ты хочешь да твои потребности твои желания и насть когда ты права не насрать что ты хочешь маш за ты права если ты хочешь здесь должна быть резонирующая фраза то есть вот у нас второй блок тот который нужно правильно выстроить чтобы был резонанс внутри это все мои фразировки до чтобы срезонировать именно какое слово какой термин будет ключиком который поднимет эмоции чувства давай так значит есть у нас внимание когда ты когда тебе что все равно или к ты не смотришь на потребности другого человека как твоя фраза не наплевать вы желание я права значит маша когда ты права мне наплевать на твои потребности и желания дрова в работу сказать и скажи что почувствуешь маша когда ты права на плевать на твои потребности и желания. Еще раз мою эмоциональную. Маша, когда ты права, мне наплевать на твои потребности и желания. Еще раз. Маша, когда ты права, мне наплевать на твои потребности и желания. Что чувствуешь? запомните вы живые люди вот эта практика она очень сильно это не просто сказать перед зеркалом себе фразы вы поднимаете боль вы поднимаете то что вы больше не хочет не хотите смотреть что вы хотите забыть от чего вы хотите убежать если у вас есть возможность делать это с человеком которому в 2 доверяете с которым у вас близко сделайте это с теми людьми с которыми у вас близко Смело? Мамочки не хватает. Как мамочка сейчас. Я так рад, что ты есть на куче. А вот и мама. Смело. Что ты ощущаешь, как маленький ребенок? Сейчас я ощущаю приятное состояние у меня после объятий. А вообще, как маленький ребенок, беззащитник у меня была. Мама могла меня тапками бить, надо мной вот так стоять. И она могла внезапно, причем, закричать. У меня это было шоком таким. Она была и ласковая, и обнимала меня, и ласковыми словами называла. Но при этом она могла внезапно у меня взбес. И когда я проявляла свободу воли, например, такой момент был. Когда я решила пойти на речку с друзьями, она сказала, нет, ты не пойдешь. А по какой причине, она не объяснила. Ну просто вот нет и все. Я говорю, ну там же безопасно, там все будет хорошо. Нет, но я все равно взяла и пошла. Она меня на обратном пути. На полдорога ходила, наорала при всех, на людях, короче, и вообще. И у меня потом так еще дома тапком било. Через меня, а вокруг меня. И у меня вот это состояние, видимо, скопилась какая-то боль по отношению к ней. И сложно. Я ей даже говорю, я тебя люблю, но я этого не чувствую реально. Вот как-то хочется вот освободить себя от этого, чтобы и маму простить, и чтобы это не повторилось дальше. Хорошо, смотри, вот ты только что сказала, я говорю, я люблю тебя, но я не чувствую этого. Ага. Ты бы хотела, чтобы так тебе говорили? Нет, конечно. Это компромисс? Да. Сильный? Да. Компромисс с чем в тебе? С чем в тебе это компромисс? Ну, с высшими ценностями. С какой? Ну, высшие ценности, красота, любовь. Нет, нет, это сейчас пересисляешь. Ну, ты... Ну, лицемерие получается, да? Какое-то такое своеобразное. Своеобразное, да. Мам, я тебя люблю, но не чувствую, но ты ничего, мага. А было уже отражение снаружи, когда тебе говорили, я тебя люблю, а ты потом узнавала, что это не так? Да. Угу. Так. Значит, сейчас ты, может быть, на месте того, да, кто... А, ну, кто опять будет говорить, я тебя люблю и не чувствовать? Сейчас. У меня сейчас какие-то компромиссы появляются в отношениях. И вот реально зуд какой-то. И он мне все время... Он обесценивает то, что мне дорого, но при этом говорит, я же на тебя не кричу, я же тебе не бью там, все, я же там о тебе забочусь. Так что что ты здесь вообще возникаешь? Вот. Ну, не важно, что я там обесцениваю-то, что ты энергию чувствуешь, это все фигня, это лажа, все. Но при этом вот я тебя все равно люблю ведь. А что хочется ему сказать? Ну, хочется сказать, что это не любовь. Давай, скажи Маше, что такое, что это не любовь, какая? Какие проявления не являются любовью? Обесценивание чужих, высших ценностей или чувств, эмоций, потребностей. Давай, Маша, это не любовь. Обесценивание чужих чувств и потребностей, это не любовь. Да ладно. Сейчас говорят, любовь это все. Дом бывает. Мы счастливы. Бубина вот была на заворот, и мы счастливы. Отлично. Такой тонкий, теплый. Давай так. Маша, ты говоришь маме, я тебя люблю, и не чувствуешь этого. При этом лицемерие. Это не любовь. Просто озвучит. Маша, ты говоришь своей маме, что любишь ее, но это не любовь. Но не чувствую этого. Это лицемерие, и ты не чувствуешь этого. Маша, ты говоришь своей маме, что ты ее любишь, но ты не чувствуешь этого. Это? Это не любовь. А что? Это лицемерие. Что для тебя лицемерие? Мама. И попытка обманить другого человека. Самой обман в чем? Ну, это, видимо, попытка у тебя ответственности от себя. Ты же выбираешь зачем-то лицемерить? Какую правду ты не хочешь говорить маме? А вместо этого говоришь? Угу. Я не хочу говорить маме, что она сама потеряла свою жизнь зачем-то, и зачем-то постоянно она лечит своими советами, которые мне нахрен не сдались вообще. Как потому, что у меня в самой жизни ни хрена не сложились. Она постоянно говорит, что она учит меня самостоятельностью, она ни хрена до своего какого-то 5-ти лет себе зубку купить не может, или бабушка покупает. Работать не хочет, хочет квартиры сдавать, просто жить и радуется. И при этом, при этом называется это благом моей кармы. У меня карма так. Она еще карту рассказывает и говорит, у тебя в какой-то карте карма. Вот так. Поэтому я тебе квартиру не оставлю, например. Буду ее сдавать. Ну, конечно, да. У тебя карма такая? Да. 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 В общем, не знаю. Мне хотелось выглядеть пример какого-то родителя. Поддержку. А она мне говорит, ты не дочь, ты не подруга. Да. Я говорю, мне нужны твои проблемы. Позволь мне быть ребенком. Наконец-то. Маша, мне не нужны твои проблемы. Позволь мне быть ребенком. Наконец-то. Маша, мне не нужны твои проблемы. Позволь мне быть ребенком. Наконец-то. Позволь мне быть ребенком. Еще раз. Маша, мне не нужны твои проблемы. Позволь мне быть ребенком. То, как ты маме это хочешь сказать. Эмоции. Маша, мне не нужны твои проблемы. Позволь мне быть ребенком. Маша, мне не нужны твои проблемы. Позволь мне быть ребенком. Маша, мне не нужны твои проблемы. Почему не позволяешь? Потому что нужно быть сильным. Ребенок не может быть сильным? Он должен от себя защитить. От чего? От мира. Слышишь, вселенная? Он говорит, ты всем доверяешь? А ведь все тебя подставят. Он же мне сказал, ты коврик здесь оставил. Кто-нибудь все к раздет. По коврику. По-моему, все к раздет. Постоянно все боюсь. Не боишься? Бегай, бегай. Смотри. Маша, чтобы защититься от вселенной, необходимо быть сильным и прекратить быть ребенком. Маша, чтобы защититься от вселенной, необходимо быть сильным и прекратить быть ребенком. Как хочется изменить фразу? Наша, из-за того, чтобы Вселенная была добра, необходимо быть сильным и защищаться. Это Вселенная, да? Да. Вселенная недвижимости. Ну вот, смотри, ты в отражениях это находишь, тебе даже парень говорит, Вселенная недружелюбная, она у тебя даже коврик заберет. Слышка, коврик дорогой. Стоит расслабиться, она у тебя даже коврик заберет. Е-мало. Есть момент, что тебя накажут как-то, если ты будешь искренней? Если ты вот скажешь то, что ты на самом деле чувствуешь, какая реакция будет у близких людей? У внутреннего ребенка одна из главных способностей – это быть тотально искренним. Видели меня в видеороликах? О! А потом говорит, это секта, это внутренний ребенок. Если ты искренне скажешь, когда ты последний раз говорила искренне, что ты думаешь, когда это не очень нравилось другим людям? Нет. Кроме мамы. Молодой человек у меня такой, он может очень сказать, но сразу на второй день он может надеяться. Второй день его. Он меня игнорирует, как мама. Угу. Маша, ты меня игнорируешь, как мама. Маша, ты меня игнорируешь, как мама. Когда вы разговариваете вот так вот с собой, то, что вы хотите сказать тем людям, которые вас как-то резонируют, это то, что ваше тело говорит вам, как сознанию. То есть вы танцуете, и что твое тело тебе говорит? Маша, хватит, не нужны мне твои проблемы, дай мне быть ребенком. Да, а сейчас это что было, какая фраза? Ты игнорируешь меня, прям как мама. Да. Вот эти две фразы уже можно говорить. Маша, мне нафиг не нужны твои проблемы, дай мне быть ребенком. Маша, ты игнорируешь меня, прям как мама. Маша, мне нужны твои проблемы, дай мне быть ребенком. Маша, ты игнорируешь меня, как мама. Во фразе «ты как мама» там нужно как-то разговаривать жить как мама игнорирует тебя что именно она игнорирует из твоих потребностей да теперь ты сама себя лично маша и не нужно твои проблемы когда-нибудь ребенком и маша ты навязываешь что навязываешь нет этот диалог с телом ты стекать смотри что ты разговариваешь с собой что мама навязывает сейчас чтобы я жил поменяла как-то чтобы я в социальном стиле строилась лучше еще что-то замуж вышли может мне там какие-то такие свои вот внутреннего ребенка ты игнорируешь при этом то есть такие тебе надо устроиться социальной жизни найти мужика который купит тебе квартиру что при этом ты в себе игнорируешь а что ты хочешь что тебе нравится нормально мне нравится танцевать и общаться с людьми а ты заставляешь меня работать и найти мужика социально реализоваться и найти мужика который купит нам квартиру маша я хочу танцевать и общаться с людьми я хочу танцевать и общаться с людьми а ты заставляешь меня социально реализоваться и общаться с мужиками которые купят вас ну вот смотрите видите мы можем видеть здесь компромисс потребность реализации самостоятельно между тем что тебе говорят я вообще ведусь достаточно сильно потому что не говорят или нет у меня какого-то такого стержня что ли ну не говорят одно меня запугивает и я сразу пугаюсь я тут же думаю начинается кучиться мысли там по поводу этого смотри вселенная буквально с тобой разговаривает через твоего парня она тебе говорит ты ведешься ты доверяешь и осознанность не включаешься при этом а чего ты хочешь то что он говорит что ты не доверяешь людям да в этом плане нужно понять чего я хочу и исследовать это не твердо все очень просто вот есть пространство все нормально но там электрончики бегают ты ставишь в это пространство то чего ты хочешь как только ты ставишь туда моментально образуется реальность когда ты четко понимаешь чего ты хочешь ставишь и это реальность моментально начинает отстраиваться когда ты не очень уверена чего ты хочешь это получается типа так я этого хочу вот у меня так есть по-моему да тогда не отвернуться не скажешь где ты таких находишь какую боль вот сейчас боль которая была на что она была когда ты почувствовала себя маленьким ребенком боль беззащитности перед судьбой перед вселенной что она какая-то злая темка коврик заберет коврик заберет коврик заберет да можно применить она заберет коврик ну даст тебе мужика с квартирой да беззащитность да беззащитность да беззащитность какую-то что какое-то зло может со мной случиться окей ты находишься в этом пространстве где вот как поставишь то чего ты хочешь что и происходит при этих условиях какое зло может с тобой случиться в каком случае но если ты выбираешь не то на самом деле что тебе нужно да ну то есть ты сам себя обманул выбрал не то тогда это получится что то есть ты хотела вот это а выбрала другую а выбрала другую о это зло моей жизни это ужас и несправедливость это со вселенная так получается да это вот в этом все из-за вселенной вот 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 и получается вот смотри твоя мама да например вот например она выбрала совсем не то что хотела да и у нее вот во вселенной зло ну потому что она выбрала не то что хотела да Она к тебе подходит и говорит Маша, у меня во вселенной зло Наверное, у тебя во вселенной тоже зло Тебе нужно идти мужика с квартирой Чтобы у тебя во вселенной не было зла Нет, она тебе просто говорит Маша, ты выбрала не то, что ты хочешь Ты все еще выбираешь не то, что ты хочешь Поэтому как отражение Я к тебе примагничиваюсь Мне так и хочется тебе сказать Маша, у тебя во вселенной зло Мне хочется сказать На свое ты зло Не берись со своим злом Наверное, не знаю, чего Мама, ты на свое зло посмотри Будешь так говорить У тебя сейчас покоя произойдет Не будет уже с вами маму А тут появляется еще и парень Она говорит, ты такая доверчивая Посмотри, во вселенной зло творится И мама, да-да-да-да, посмотри, посмотри Вот, мы до сих пор не можем тебе объяснить Что у тебя во вселенной зло творится Ты выбираешь не то, что ты хочешь уже два человека тебя ты выбираешь не то что ты хочешь ты выбираешь не то что ты хочешь ты сама говоришь у тебя зуд внутри ну да вроде хороший но что-то не то это я вчера говорила да вроде хороший но вот что-то не то но не тот не было бы говорила что это тот если бы он купил тебе квартиру а да я была она говорит мужчина должен беспечить все вот ну если будут на такой был наверное наоборот да но смотри это их не вселенная это их не вселенная а у тебя есть своя вселенная и твой диалог со вселенной да и вот и стоишь там и думаешь какой же пазл мне поставить мамин или свой мамин или свой но фишка в том что свой ты до сих пор не определила четко детально а а есть очень хороший защитный механизм если я не буду определять чего я хочу его что я верю у меня будет в жизни капитальная жопа я всегда смогу сказать а это не моя вина это все вот так вот происходит это моя карма это не потому что я не определяю детально настройки этого пазла который я ставлю в это пространство для разворачивается реальность это это потому что мама приходит она не влияет а потом не в жизни жопа происходит вот например это не не тебе короче когда вы не определяете настройки во что вы верите чего вы хотите когда вы при этом дальше не проверяете то что вы хотите это откуда идет откуда ноги растут из боли или из внутренней радости и легкости то тогда вы буквально отдаете да чё там вы не отдаете в игрете я не хочу нести ответственность за пространство своей жизни нет 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 он есть мама да она говорит вот нужен муж x квартира не все будет хорошо я как бы не согласна с этим но я я не знаю какая реальность должна у меня быть до самое каверзная что вот это вот чувство свободы да я могу выбрать все что я хочу и тут начинается капитальный коллапс всех мыслей тишина наступает в голове главное при этом и в контакт сразу лезешь просто потому что намного проще отстраивать себя от сопротивлений когда ты можешь сказать нет мама я этого не хочу там нет и этого я не хочу и этого я не хочу и этого я не хочу ты можешь потратить на это всю свою жизнь отвечаем вселенной чего ты не хочешь да когда когда человек не знает чего он хочет а поделитесь моему и все поржем мы для этого тоже ржали когда вы не прописываете настройки того чего вы хотите то вселенная помогает вам она буквально вам помогает и начинает давать вам разные варианты того чего вы точно не хотите чтобы вы могли использовать свое право задуматься а чего же я тогда хочу то есть если вы находитесь в пространстве вариантов и последнее время все что вы говорите это я не хочу этого и это мне не надо это ужас какой-то я всего этого не хочу это просто создается для того чтобы вы могли наконец-то решить я хочу вот этого поставить эту в эту сферу и реальность насчет разворачиваться но кроме того чтобы четко определить что вы хотите необходимо прежде чем ставить этот пазл в эту сферу да где будет разворачиваться ваша реальность вы нашли то чего вы хотите вы определили детально настройки для меня очень важно да например очень ценно чтобы было вот так так чтобы было вот так и чтобы было вот так если на шаг в сторону будет зуд на шаг в сторону от каждой настройки будет зуд вы нашли эти настройки а потом спрашиваете себя насколько вы готовы быть преданным когда вы выбрали эти настройки необходимо спросить себя насколько вы готовы вложиться в эти настройки насколько вы готовы быть преданным оставаться преданным этим настройкам качества вашей мечты вашего желания то есть если читая эти настройки у вас возникает внутри такой небольшой да паучок который таки норовит лапку переставить искать ну если что это уже возможность пойти на компромисс и реальность если вы поставить этот пазл в это пространство реализуется именно этой да если что если что и реализуется чтобы вы могли видеть у вас здесь есть потребность в компромиссе поэтому прежде чем ставить это нужно понять насколько вы готовы оставаться преданным каждому пункту настроек вашего желания при каких условиях то есть каверзный вопрос при каких условиях я соглашусь на чуть меньше да если это будет для меня невозможно при каких условиях я соглашусь на чуть меньше чтобы хотя бы то что возможно было возможно Это проявит ваши очень тонкие компромиссы Очень-очень тонкие Ну, то есть, например, у тебя стоит Ладно, не у тебя, у твоей мамы стоит У моей дочери должен быть мужчина, который купит ей трехкомнатную квартиру в центре города Так вот, она тоже слушала наши лекции И она говорит, я на компромисс не пойду И ты приводишь ей парня У него двухкомнатная квартира в центре города Она говорит, Маша, это не твой мужчина И она чувствует просто своим долгом Объяснить тебе, почему этот мужчина не твой У него не трехкомнатная квартира Маша, ты понимаешь? Я как мама, на компромисс не пойду Она двухкомнатная квартира Это не двухкомнатная квартира Ну, после таких разговоров мама переоценит И скажет Тогда должна быть трехкомнатная Где я вот двухкомнатная Поставь тут перегородку Нет, это будет тонкий компромисс Поставь тут перегородку Нужна еще одна такая же большая комната Слышишь? Губа не дура Так вот, если у вас есть такая степень Шизофренического заболевания Что ваши желания связаны с жизнью других людей Что ваши желания связаны с другими телами Нужно представить, а что будет, если вы окажетесь на месте того человека Кому вы хотите добра и счастья И трехкомнатную квартиру То есть, ваши желания Ваши мечты Все эти настройки и ценности Касаются вас Вашего тела И вашего внутреннего мира Когда вы начинаете хотеть другого человека Я, в смысле сексуального Я хочу, чтобы у меня Обязательно появился мужчина По имени такой-то Вот, столько бы он бабла зарабатывал И чтобы он был вот с таким характером И чтобы у него было Короче, вот у вас уже есть там 17 листов настроек И на каждое свидание вы приходите с таким С распечаткой И говоришь Отметь пункты, которых у тебя нету И вы понимаете Вы тоже слушали мои лекции И как только он берет ручку Вы встаете и уходите Потому что это супер тонкий компромисс Если он сейчас хоть кто-то обведет Дальше с ним общаться Я надеюсь, этот кусок Люди будут слушать Не с этого момента Смотри сначала Да, точно Смотрите сначала, пожалуйста То есть это касается именно вас И когда это касается процесса Парообразования То есть здесь в любом случае Необходимо спрашивать себя Ответственность за выражение Чего вы переносите на тот момент Когда рядом с вами появится такой человек То есть до этого момента появления Вы этого не делаете А вот когда он появится Или она Оооо Там прям расписан план райской жизни А сейчас полная Без трехкомнатной Да И мысли о куне заводят Так вот Это о чем? Это что было? Парообразование Парообразование, да Необходимо просто посмотреть Что вы начнете чувствовать Когда этот человек Появится в вашей жизни Вот по этим Семнадцати Ачты Листам настроек Да Что вы начнете ощущать Когда он появится Это первый шаг Второй шаг Что вы начнете выражать И реализовывать Когда вы начнете Это чувствовать Потому что дело Совсем не в другом человеке Поскольку Когда необходимо Этот человек проявляется Да А вот когда Хочешь сбросить Ответственность За то Чтобы выражать Что-то И ты говоришь Вот когда он Или она появится Я буду чувствовать Например себя Более уверенно Да И вот тогда-то Я смогу Сделать вот это Не осознавая Этот глубинный процесс Просто наверху Например Получается Я хочу вот такого Партнера Да Я хочу вот такую Девушку Для чего? Ну вот реально Для чего? Это же живые люди Да Для творчества Для творчества Я тоже так писала Да Это творчество Как вы появились Для творчества Надо уточнять Как вы творчество Да Вы уточняли Или рисовали Я маршрут Поползил И поползил 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 Попробуй, Лена Потом расскажешь Нам в мемуар То необходимо увидеть Необходимо увидеть У вас у каждого Есть предназначение И это предназначение Мы как угодно На своем опыте Пытаемся сбросить На что угодно Только бы его не реализовывать Только куда-то бы От него спрятаться Потому что это Огромнейшая ответственность За то, чтобы выражать Себя настоящего Каждый момент времени Да Быть постоянно Цельным существом Вот И все время Быть собой Это жутко сложно Поэтому хочется спрятаться Куда-нибудь искать А вот когда вот это Вот появится Вот тогда-то я и смогу Быть собой Тогда будет проще Тогда будет легче Если что Я ему позвоню И он набьет тебе морду Вот Здесь момент Вот всей этой разборки С собой То есть Я вот сейчас точно так же Как бы прохожу Вот эту вот сферу Отстраивания партнера После последних взаимоотношений У меня было такое Да ну нахер Как бы Определять что-то Да Чтобы что-то реализовалось Говорить вселенной Ну давай попробуем Сейчас это реализовать Не-не-не-не-не-не Последнее было такое Что просто вот вообще Это было наверх И потом об пол Я от этого прекрасно понимаю Что получается Я прекращаю куда-либо двигаться Поскольку С 14 лет Где я похоронила Свою высшую ценность Огненная пара Чтобы хоть как-то Общаться с мужчинами Да Потом С Антоном Я вспомнила Это было прикольно Сижу в суши-баре И чувствую как У меня в сердце Стоит как фильтр И он забитый там Я дышу и понимаю Там есть что-то Что я давно Туда закрыла Забила И там куча мусора И в тот момент Тогда я вытащила Сам момент выбора Я видела Что мне очень сложно Без мужской энергии И общаться с мужчинами Того уровня Которых я Вокруг себя Реализовывала Мне было неинтересно Я пошла на компромисс То есть я перестану Даже осознавать И помнить Что моя высшая ценность Огненная пара Это часть моего предназначения Да Чтобы я могла Взаимодействовать С мужскими энергиями Чтобы у меня Как это Было заземление Поскольку я в теле Вообще нафиг Не удерживаюсь С детства И мне необходимо Было заземление То есть сейчас Я четко могла Лесу сказать Да Я говорю Я тебя использую Тупо как заземлительный прибор А он меня как Это вот Волшебная палочка Нет Как волшебную палочку Ну мы просто работаем Работали И он говорит Вот я хочу сказать Что я тебя люблю Да Ну там все побочные эффекты Депрессия Чувство вины И видно Несовпадение Я говорю Хорошо А что я такого Создаю в твоей жизни Чего ты сам Не создаешь Он говорит Волшебство Я говорю Вот А ты в моей жизни Создаешь заземление Я говорю Давай хотя бы будем Честными друг с другом И будем понимать Я тебе волшебство Ты мне заземление И по детству Вот Я тоже отстраиваю Эту сферу Увидела Что Просто вот Закопало И дальше И Этот период Когда Я даже подходить К этому моменту Не хотела Разворачивание Возможного Тоннеля реальности Что тут еще Появится И где-нибудь Я опять Блин Пойду Тупо На компромисс И опять Мне как Шваркнет На все части Я начала Я начала работать Кто я Кто я есть Сброс ответственности За то Что я себя помню Сброс ответственности За то Чтобы Говорить И выражать О том Что я помню Что я понимаю Что я знаю Что я чувствую И это Сброс ответственности Рождает Собой Потребность Компромиссе Хоть на маленький Если я иду На компромисс То я не реализовываю Огненную пару Хоть Микрокомпромисс Я не реализовываю Это А значит Я не смогу Встать И сказать Мы реально Творцы Нашей реальности Вот смотрите У меня получилось То есть Избегая Этого момента Чтобы реально Показать Какой-то другой Опыт Да То я просто Себе выбираю Микро 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 Компромисс Да Меня шваркает Об стенку Вот Я сижу Думаю Так Нужно же Что-то понять А вся фишка В том Что именно Есть предназначение Это необходимо Выражать Это очень ценно И это Необходимо Научиться Делать Самой Потому что Есть момент Обесценивания Дома у меня Две недели Все время Зажим на горле Идет Я не говорю О доме То есть Это то Без чего Я не смогу Жить Если из тела Уберут Это ощущение Мое тело Буквально Отказывается Работать Если убрать Из нервной системы Связь с домом Да Если ты этим гордишься Если ты это ценишь Если я это не ценю То я молчу Да Я знаю Я же говорю Вот эти вот две недели У меня идет зажим Капитальный зажим О том Что я не говорю О доме Я все еще Не пытаюсь сесть И четко Детализировать И выразить Это так Чтобы люди могли Чувствовать И при этом Пытаться реализовать Огненную пару Это просто абсурд Это вот такой компромисс Уже видный для меня Он уже не вот такой Он уже не микро То есть я понимаю Если я не выражаю дом То если появится Освобожденное существо Я на него все перенесу И скажу Вот видите Поэтому Вся эта работа с собой Она очень глубокая Во всяком случае Для меня И на моем опыте жизни Она очень глубокая Это не просто для того Чтобы жить стабильно И хорошо Здесь речь о том Чтобы встать Поднять руку И сказать Я звездное существо Я вечное сознание Ладно Вечное сознание Сейчас каждый может сказать И начать показывать Реальным бытовым опытом Кто вы есть Представьте Что я сейчас разговариваю Своим зеркалом Вот сейчас я разговариваю Это та тема При которой я все время Зеркалю все себя Сейчас Вот Да, и тут хочется съехать С темы Искать У нас там еще столько всего Как раз вот можно будет Поговорить про инструменты Так у меня выражается Отвлечение Съехать с этой темы То есть я сказала Вот я не говорю о доме Ну хорошо Вы все равно пришли Послушать об инструментах Да Вот и поговорим об инструментах Ну здесь фишка Даже не в том моменте Чтобы говорить о доме А в том, что Была эта тема Про искру внутри И если от нее отказываешься Идет очень большая невыносимость Круто у меня сейчас ступор Hello Сейчас я буду зеркалом сговорить То есть наверное Одна из глобальнейших вещей для меня В моей жизни Это то, что Я себе часто говорю в зеркало Нет смысла Жить Если я хоть на миллиметр Не являюсь сама собой То есть какой смысл Жить Если я хоть на миллиметр Пытаюсь быть кем-то другим Или скрыть То, кем я являюсь Хоть на миллиметр Это та фраза Которую я постоянно Говорю себе в зеркало Когда я прихожу К компромиссу Подхожу Или еду в поезде И говорю своему отражению Какой смысл жить Если я хоть на миллиметр Пытаюсь скрыть То, кем я являюсь Если я хоть на миллиметр Пытаюсь сбросить ответственность За то, что я помню и чувствую Чем выше уровень осознанности Тем более Высокоскоростное электричество Проходит по нервной системе И то, что было возможно Например, год назад И не было компромиссом Когда повышается скорость Электричества То очень сильно начинаете чувствовать Телесные компромиссы Это буквально Просыпаешься утром Помедитировал, поработал Погенерировал радость Просыпаешься утром И неудовлетворен абсолютно всем Буквально любимым одеялом Шторами, которые сам выбирал год назад То есть вибрация повысилась Произошел скачок И начинаешь ощущать телесно Чем ты недоволен в этом куске реальности Который создал То есть до этого все устраивало Шло и соответствие Шло и соответствие И все классно Электричество повысилось И смотря На эту реальность Которая здесь образовывается Ты говоришь Не, 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 не Ужас И это не то И это не то И это не то И это не то И вот это не то блин кто это создавал да то есть для меня в работе с людьми когда человек говорит у меня все хорошо я счастлив или даже я чувствую эту пустоту я спрашиваю а ты помнишь себя ну как же я чувствую вот что мы все одно хорошо а ты помнишь себя именно помнишь между воплощениями помнишь как ты двигаешься туда туда но это же просто линейное многомерное свое движение ты помнишь помнишь какая у тебя цель откуда ты идешь куда ты идешь сколько вот к этой жизни ты готовился а ты или является эта жизнеподготовка к чему-то еще для меня очень важный момент это пропускной маркер когда человек помнит себя как звездное существо это просто прикольно можно помнить себя как личность на внутриупробные переживания помнить можно чувствовать единство нервной системой но не помнить себя как звездное существо получается как-то абсурдно есть личность есть это проживание а главного куска нету именно этого индивидуального фокуса индивидуализированного фокуса в выражении творца сказал и для меня это маркер потому что когда ты это вспоминаешь то ты четко ладно здесь я не могу сказать ты четко помнишь дом на внутренний ребенок вот та самая искренность говорить то что ты чувствуешь даже если маме это не понравится да ну как бы говорить с уважением а не так что ты говорила в зеркало да мама ты сама нифига не достигла там бла 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 естественно это вызовет определенную реакцию да то есть понимая откуда эта агрессия можно уже с мамой разговаривать нормально спокойно сейчас прийти и говорить мамочка да там задайте например встречный вопрос мам а ты сама реализовала это он скажет нет но я для тебя хочу самого лучшего да ты говоришь хорошо мам но может быть для меня лучшее совсем другое до коммуникация и внутренний ребенок это вот эта самая предельная искренность самим собой а предельная искренность подразумевает что в какой-то момент такие этого смотрения вглубь себя вы таки находите эту самую искру и начинаете помнить помнить то откуда вы куда вы идете с какой целью вы выбираете с какой целью вы выбрали именно до этого воплощения вот такое предназначение может быть это просто еще один шаг и вы готовитесь к очень важному воплощению до чтобы реализовать что-то что будет шагом в эволюции а может быть это уже это воплощение то есть вспоминать 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 очень для меня маркером является вспоминание себя восстановление себя а по пазлом потому что если например утром вы проснетесь и вы не будете ничего помнить из того что у вас было до этого в этой жизни через десять лет вы будете совсем другой личностью до у вас будет тяга телесная к тому, чем вы занимались до потери памяти, но все, что вы будете делать, уже будет с чистого листа, вы будете другой личностью. И так же само сейчас у вас есть такая же тяга, которая у вас присутствует из жизни в жизнь, из мира в мир, из воплощения в воплощение. Есть эта тяга. Но когда вы вспомните себя, того самого путника, который странствует по мирам и жизням и исполняет какую-то работу, или набирается опыта, или творит, то не будет смысла в том, чтобы отстраивать социальную личность. Вы будете четко знать, для чего вы здесь. И много компромиссов просто отвалятся сами. То есть в моем предназначении заложено реализовать освобожденность телесно. Я сдвинута на этом с 12 лет. Без этого нет смысла всего того, что я делаю. То есть это классно, это помогает другим людям осознавать себя, это великолепно. Но это в вашей жизни. Если вы захотите, это может вам помочь, эти пазлы и мои исследования, или там мои ЖЖ. Но моя ответственность находится внутри меня самой. И часть моего предназначения реализовать освобожденное тело и реализовать пару, не только пару. То есть показать, что мы на самом деле создаем реальность. И что мы можем выходить за границу, за информационные рамки социального общества, если мы настолько тотально преданы своей мечте, которая находится за границей рамок. Если быть тотально до последнего миллиметра преданным своей мечте, она реализуется и расширяет рамки социальные рамки возможного. Эволюция, да? То есть каждый из вас приходит сюда с определенным предназначением, будучи преданным полностью, тотально которому. Вы реализуете это и расширяете общие рамки. То есть мы приходим сюда и держим этот поток пространства, поток реальности все вместе, и каждый из нас исполняет предназначение, которое расширяет этот поток, углубляет его, делает его более красочным, более многомерным. Таким образом мы постоянно изменяем этот поток, углубляем его, расширяем, наполняем более новыми красками, комбинируем, производим сами синтез за счет того, что мы общаемся друг с другом, мы реализуем свой опыт. У кого-то хватает отваги, бросить все и стать тотально преданным своему предназначению, и в какой-то момент он это реализовывает. И целое общество переходит на следующую ступеньку развития. И то, что до этого высмеивалось, становится фактом, научным фактом, которому уже невозможно противостоять, искать, это секта, это шиза, это невозможно, это старые мифы. Но для этого необходима сильная отвага, для того чтобы отбросить все эти компромиссы, сомнения и признать один простой факт, из которого и рождаются все эти компромиссы. Один простой факт. В этой вселенной, в этом живом мироздании, где все мы хотим. Но я создаю свою реальность. Я тотально создаю свою реальность, детализированно. И тогда только один вопрос. Насколько я готова быть предана тому, кто я? Я для себя определила понятие трусости по моменту низкой осознанности к факту того, что я гражданин мироздания. То есть, если я понимаю, кто я, не как социальная личность, а как звездное существо, например, тогда и ответственность моя глубже. Тогда и факт преданности тому, что я несу, намного сильнее. Как социальное существо, мне реально насрать. Помру я с голоду. Не знаю, там, или будет у меня семья, или не будет у меня семьи. Пофигу, мне это неинтересно. Будут у меня деньги, не будет у меня работы, будут лекции, не будут лекции. Пойдет весь интернет, не будет ни роликов, ни жж. Фишка в том, что как звездное существо, у меня есть определенное предназначение. И если я осознаю глубинную ценность, что я иду из мира в мир, из мира в мир, в пространстве без времени, тогда это позволяет мне осознавать ценность. ценность того, что моя задача намного глубже, чем одна жизнь. Намного глубже, чем взаимодействие я и мои родители. Я и возможность реализации даже огненной пары. Мне необходимо нести дом, то, чему я в последнее время сопротивляюсь, и это выражается у меня телесно. То есть маркер вспоминания того, кто вы, как путник, который двигается сквозь пространство и время, для которого смерть — это просто переход, и который понимает, что смерть не является обязательным условием. Вот это пометование себя, оно ключ в исследовании по нейронной алхимии. Ключ, потому что можно много работать, можно много копать. и сделать свою жизнь стабильно хорошей, гармоничной, счастливой. Но не помнить себя, как этот самый путник, который двигается из мира в мир, который чувствует запах свободы, который понимает, что на самом деле единая жизнь, она не ограничивается одним этим социумом, одной этой жизнью. Что наше взаимодействие, оно происходит постоянно, и мы встречаем друг друга снова и снова, но не всегда узнаем. А если бы мы помнили, если бы мы просто помнили друг друга, и все те воплощения, которые мы проходим вместе, качество наших взаимоотношений бы изменилось. У нас не было бы страха подойти друг к другу и пообщаться, да? Не было бы этого момента переноса авторитета. О, гуру! Вы бы помнили, что мы вместе воплощаемся снова и снова, что мы друзья в первую очередь друг к другу. Самые лучшие друзья, мы часть целого. Поэтому маркер вспоминания себя настолько важен, потому что он меняет телесные реакции и меняет качество коммуникации. Если бы ты могла понимать и помнить, кто ты и кто твоя мама, и тогда не было бы даже самого момента, что вот, мама хочет вот этого, она мне говорит вот это, а я вот никак не могу понять, чего я хочу. Если бы ты помнила себя как звездный путник, если бы ты понимала, кто твоя мама, и как вы раньше воплощались, и куда вы идете, какая ваша задача, эти бы мелочи потеряли смысл моментально. Поэтому по факту все эти нейронные исследования, которые я провожу, которые пытаюсь реализовать, это только для того, чтобы кто-то еще мог вспомнить себя, если ему это необходимо. Вспомнить себя и изменить не только свою жизнь, но и жизнь тех людей, с которыми он взаимосвязан. И, конечно, потом сталкиваешься с этим моментом, да, говорить о том, во что ты веришь тем людям, которые рядом с тобой. Например, вспомнишь, да, и поди маме скажи, мама, это все фигня трехкомнатная квартира. Ты понимаешь, мама? Я часто сталкиваюсь с комментариями в инете, что если человек знает, то он молчит. Вы что, издеваетесь, да? Хорошо, я знаю, да, я молчу. Ага, великолепно. Я получаю на телеске моментальное выражение того, о чем я молчу. Я к этому и веду. То есть в тот момент, если человек знает, но он молчит, да, хоть в какой реально? А? В смысле? Ну, хорошо, я сижу, вижу и чувствую это, а люди рядом не чувствуют этого. Если даже... Хорошо, да, отлично, великолепно. Вот мы... И все сразу вспомнили себя. Опа! Илевитиваюсь. Сколько всего опирается на древние учения, которые передаются снова и снова, а если бы их не было? Одни у тебя, ребята, и я сходил. Как получается, если... Ну, в моем восприятии, если очень узкая картина мира, а как мы исходим? Если я не вижу этого вокруг себя, у меня моя картина мира никак не расширяется. Мне даже в голову не приходит, что можно чувствовать иначе, можно жить иначе, можно даже сделать выбор, сказать нет. Мне девочка таки написала, Наташа, спасибо за то, что ты выкладываешь, потому что я теперь поняла, у меня есть право сказать нет. У меня, как у ребенка, была очень широкая картина мира, я не знаю, какая у детей картина мира. У взрослого человека так же, что? Ну, я знаю. Ты можешь прямо сказать месседж, который ты хочешь передать? Полем накрыть зал, чтобы мы поняли. Не, ну я не прикалываюсь, серьезно. Просто ты выражаешь, ты что-то хочешь сказать. Да, не говори загадками точно. Я не въехала, да. Не, подожди, что значит потом. Сейчас, подожди секундочку. Ты это можешь применить на жертвах сексуального насилия? Реализовать это, эту логику? Ну, потому что, если у меня проблемы нет уже, потому что ты ее не чувствуешь, это как-то должно быть реализовано. Иначе для меня это просто слова. Для меня это просто слова. Поэтому я говорю, ты можешь четко. Так, чтобы мне пять лет. Мне пять лет, я не понимаю, что ты говоришь. Я заикаю, то есть, а когда за мной общаюсь, ты не заикаешься. Ну. То есть, я не учитываю, не подпитываю, когда я не психически удастся. Поэтому я и говорю, это можно применить на жертвах сексуального насилия? У них есть травма и разломанная психика. Если ты не воспринимаешь эту их травму, у них она исцеляется? Про заикание окей. А реально, более глубинное. Оно работает у тебя на более глубинных уровнях? Про заикание можно ли кто-то сказать? Нет, нет. Не надо. Я не знаю, спроси у присутствующих. У меня это проблема. Он даже когда глаза раскрывает и делает, что ее не нет, она остановится. Он всегда всем об этом говорит. Нет, я понимаю. Могу, да? Можно я попробую перевести? Можно? То есть, как бы, ты поправишься. Я вот тебе зашлаюсь. То есть, речь идет о картине мира, который он пытается озвучить в том, что то, чему мы не сопротивляемся, как бы оно не живет. То есть, мы его не подпитываемся энергией, мы не наполняем этим. Но на самом деле, то, о чем ты говоришь, это немножко позиция здравоста. То есть, вопрос-то какой. То есть, если ты это увидел и делаешь вид, что это не видел, то это позиция здравоста. Это... Она не седает. Бомжи есть? Вот в этом мире. Бомжи есть? Есть. Мы с одной девушкой разговаривали, она говорит, вот я живу в таком городе, где одни бомжи. Я говорю, а в каком вы городе живете? Она говорит, в буфе. Я говорю, а вы знаете, вот вокруг меня бомжей нет. То есть, у меня картина мира такая, что как бы... Это их выбор, я их не замечаю, они не напрягают. Они есть. Я их не вижу. Для меня они не проблемы. То есть, меня... Я когда бомжа вижу в магазине, я не шара ходит, но воняет от него. Ну, это его выбор, пусть от него воняет. Как бы... Они мне попадаются, я их встречаю, но на них не делаю акцент. Там не идика. Ну и все. И здесь тоже самое. Наташа тебе абсолютно правильный вопрос задать. То есть, для того, чтобы ситуацию-то как раз решить, насколько техника, о которой ты говоришь, работает, ну, в крайнем случае, да, жертва сексуального насилия. То есть, ты начинаешь общаться с жертвой сексуального насилия, встречаешь девушку, да? Ее когда-то изнасиловали. Ну, и ты на это не обращаешь внимания, начинаешь с ней общаться, как с обычной девушкой. Но получишь либо спаду конкретную, либо поясину по автоленам. Да, то есть, вариантов-то много. То есть, вот, универса это в жизни есть. И как бы ты глаза не закрывал, не делал вид, что университета не было, оно существует. Он правильно говорит, все есть любовь. Да, то есть, картина мира-то понятна, все есть любовь. Ребята, да, но любовь в данном мире проявляется, когда материальный мир приходит, проявляется различными способами. И чтобы понять, что если есть любовь, есть не любовь. То есть, ее убирка не отражает. Вот, есть инструменты, которыми можно осознать, что она есть. Конечно. Ну, понятно. Хорошо, я просто умею убрать. Попробуй человеку объяснить, что нужно ему убрать лишнее. Ну, что у него хорошо. Он считает, что это нормально как-то. С его точки зрения, это вариант жизни. Ну, просто, знаешь, как убрать. То есть, есть же опять определенные инструменты для понимания, да? То есть, когда ты осознал эту проблему, скажи, как увидел, в чем она заключается, да, ее нет. Но с точки зрения физики, вот, сегодня есть пустота, это тоже пустота. Это простота. Оно же, как мы делаем, это проявлено, как надо увидеть изначально. То есть, вот я говорю, я всегда такой пример, начну эту проблему в жизни. Если у меня, скажем так, появилась бородавка, я буду долго говорить, что ее нету. Но она не пройдет. Пока я что-то не сделаю. Пошел я, прижег ее, она уже исчезла. Нашел способ подлиться на бородавку, правильно? Ты начал высказываться, с какой целью мотивации, того что ты... Былась за тему. Я бы, то есть, в тему тоже взялась. Понимаешь? Просто наполнял. Да, но ты несешь ответственность за то, что ты говоришь, и ты просто хотел выразить мысль и молчать дальше. Конечно. Нет, зачем? Она же есть, эта мысль. Я спрашиваю тебя о том, с какой целью ты выразил эту мысль. Но я спрашиваю, как можно мне, например, применить то, что ты сливаешь на нашу одну бочку? Как я могу это применить? Ну, я вот практика. У меня позиция, восприятие практика. Ты даешь мне мысль, которая уже есть. Я спрашиваю, как я могу это применить? Я не отрицаю, я спрашиваю, как я могу это применить. Вопросы, конечно. Как кто-то фирософит, как понимание. Нет, ну просто, это не ее мысли вопрос, потому что, это же все просто, и тут вопрос, как бы не стыкает. Мы разговариваем все. Что значит фосс? Проще будет тебе это объяснить, потому что я там с удовольствием. Кому будет проще? Ну, она ведь спрашивает, мне я здесь. История же непонятна, что это так. То есть я говорю. Мне непонятно, как мне это применить. А зачем мне это применить? А тогда зачем готовить ничего? Я не могу. А зачем ты вообще все? Я теперь спрашиваю, зачем? Я практика. У меня такое восприятие. Поэтому я просто спрашиваю, как мне это применить? Если я не могу это применить, мне это неинтересно. Ты отзвучил мысли. Значит, на этом ты и хотел закончить. Ситуация на самом деле выглядит так, как бы ты сказал, позицию свою обосновать не можешь. Не чувствуешь, не знаешь, ну скажи, скажи, ребята, просто так, сказал, сказал, все. То есть мы ничего под этим не имеем. Наташа, тебе вопрос конкретный задает. Предложи, как это показать всем. Когда я прихожу в группу пацанам и говорю, ребята, я супер боец и готов вам это показать. И методика тренировки вот такая. Ребята говорят, да, но готовы принять твою точку зрения, потому что ты реально показал это работать так, так и так. И все. И вопросов никаких нет. Это аналогия просто к твоим словам. Правильно? О том, что все есть любовь, трендит весь интернет. То есть вот сейчас наберем в поисковике все есть любовь. Там и роликов немерено, и текстов немерено, и на самом деле и у мудрых это у всех написано. Вопрос понимаешь, какой-то? И тот, и проблема, она же не уходит в эти проблемы. Ну вот если ты реально как раз сидим и весь день разбираем, что мы проблемы с детства своей не видим. Она накапливается, накапливается, накапливается. Вот этого состояния вылезает. А ты говоришь, если проблема не видит, то и не будет. Я так правильно тебя понял? не только как это состояние достигнуть. Я не возражаю, я за руками и ногами. Может быть и по-другому высказала то, что пытается вместе до нас как-то себе сказать. Она говорит, что мы так организовываем как неровная система. Мы все неровная система, и мы проводим вот этот свет через себя, мы проводим через себя, мы не держимся за рот. И то есть мы можем проводить так же, как и любовь, как это сделать, мы можем проводить через себя, так же и другие. Мы можем любовь искажать. Искажать через эмоции от каких-то стран. Ну, за жену, через любовь. Ты сейчас хочешь объяснить то, что он сказал? Нет, его объясняю. А, то Наташа почему-то так объясняет. Да, вот я думаю, что вот это... То есть каждый отвечает за себя, какого качества любовь, какого качества любовь то есть творительство, или творительство. Вопрос-то, опять же, Наташа абсолютно правильно ситуацию доводит до абсурда. То есть как это работает с церковью с актуальному... Абсолютно правильный путь. Если... Почему, допустим, мастер айкидо реально не провоцирует ситуацию агрессии? Да потому что у него внутри состояние умиротворенности. Он как бы вот идет вот этим панелем, который он сформировал. Он в этом. Другого быть не может. Суча из жизни. Приезжает мастер айкидо, который усилил и тренировался, и наследник его школы, Мутоку Сэнсей. И пошечка метр пятьдесят восемь, что ли, ростиком там, мелочи кузатые. Пацаны его повели в какой-то навороченный ночной клуб. Стоит этот мелочи. В клубе в папастном, в котором постоянно толчья. Просто толчья, люди сам. Чтоб кого-то не задели плечом, такого не бывает, и на это никто не обращает внимания. Стоит этот прыщик, пьет пиво, и вокруг него зона двадцать сантиметров. Просто. Его не задевает вообще. Никто в эту зону не заходит. Это состояние. И вот он может сказать, что все есть любовь, и все есть гармония. И показать на практике, что, ребята, это вот так. Миш, если тут идет такой живой диалог, вопрос к тебе. Почему ты так сильно активизировался? Вчера ты говорил, что тебя бесят люди, которые купят, и не могут тратить время на объяснение. Сейчас ты уже полчаса стоишь, и чего-то объясняешь. Для меня эта тема живая, я не думаю, что есть интересные. Я очень люблю интернет-бои. И в этом направлении. Просто немножко нестыковочки идут. Но он же не тупит. Он же не тупит. Он-то как раз абсолютно живой праздничный взгляд. Точку. Господи, я скажу, вчера очень интересную картину наблюдал. Приезжают на природу, несмотря на то, что там покрасывал дождик. Там был ребенок два с половиной года. И очень интересно он проявил себя именно на природе. Он ползал по траве, вот он, допустим, увидел, да, вот там букашку взял, он не начал смотреть, просмотрел это, хоп, отпустил. Раз там пошел, травинку взял, посмотрел, то есть он и не срывал ничего. То есть вот ему интересно все это делать. И вот у меня из-за этого возникло, что у него какое-то чистое проявление вот этого отношения именно к окружающему миру. То есть ему не надо там вот эту букашку задавить, да, там посмотреть, что-нибудь там внутри. Он просто посмотрел, разглядил, посмотрел, смотрит, как она полетела, и все хорошо. Может быть, вот это тоже есть какая-то часть, вот все есть любовь, потому что вот именно ребенок, он как-то, вот че, вот он чисто этот мир воспринимает, он его воспринимает широко. Возможно, вот это и есть, может быть, то, что он говорит, вот это и есть, все есть любовь. Потому что ребенок, он именно так все это воспринимал, он там ползал, там взял, допустим, там костер горит, да, вот он встаток, и наблюдал, как искра в небо уходит. Причем все за ним наблюдали, он чисто, с широко открытыми глазами, о, там, раз, о, звезда, там, все, то есть реакция была вот именно такая. И как-то даже вокруг него у нас у всех наступило какое-то ощущение как раз, не знаю, гармонии, умиротворения и так далее. То есть мы все эту картину наблюдали, кто там присутствовал. И честно говоря, может быть, я даже и понял, что такое все есть. Ну просто. Может быть, кто-то что-нибудь давал и поправил, может быть, я в чем-то не прав. Все объясняю. То, что такое состояние есть, это изразительное, это замечательное, к этому можно вздривиться, приходить. Но мир несовершенен, и ты встречаешь людей, которые не поддерживают. Тот говорит, тот любит себя слушать. Ну вот анти-любовь встречается рядом с тобой, ты весь ягодь. Все есть любовь и анти-любовь. Вот такое там, подойду что-нибудь там на дворю. Или мало ли какое-нибудь безобразие. Ну, мир же это есть от того, что ты на данную секунду все есть любовь и все, рай на дворе, все эти миры, все такие хорошие, просто сделаны вот сами. А в этот момент, ну, за стенкой там непонятно, что происходит там, и мало ли кого-то помощь, ну, знаешь, кого-то избивают. Все есть любовь, но как-то, или, допустим, есть вещи, которые не от себя зависят. Например, вот тут очень много ситуаций высказывается, допустим, с мамой, с отношением мамы. То есть, она не понимает, почему говорят так, мама, я не знаю. Тебя как-то... Води. 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 Вот, Води. Когда какие-то ситуации, допустим, молоточком тебе стучат или по кругу ходят по стирали, и ты не можешь выйти из этой ситуации. Тебе с любовью наломы. Тебе с любовью наломы. Води. Вообще ты привыкалась. Води. Ты движет и проблему какую-то видишь. Ты думаешь, у меня какая-то сейчас проблема... Пусть даже, то есть, эмоции какие-то... Прошу, а цены у тебя едут. За черными цели? Води. Ты пришел туда пообщаться. Води пришел по знакомиться, пообщаться... Это ж одной из целей. Это не цель. А что это? Это просто свечеро. Снова. Ведь я не быв Stephen, наверное. Пришел Ter Tagina, когда я пришел там... То есть у тебя все равно цель и судьба любви получает. То есть у тебя цель и судьба любви получает. Все-таки цель – это и жить, да? Я пришел сюда, потом понимаешь, понимаешь? Поиск земель новых, то есть не земли, а видение новое. После того, когда ты земли вот эти, понимаешь? Платили нам в друзья в контакте. Пора пожрать их контакт. Поспали еще. Он сказал, что познакомиться и пообщаться. Без 100 лет. Да. Ой, ну никаких претензий нет. Пойдем. Ну ты возьми, да. Видео отмечивается. Право мне запуск надо? Ну они поумолчали, возьми. Возьми. Саня, пошлю. Так, хорошо. Полчаса потеряли как минимум. Не потеряли. Нашли. Поднимите руки, кто... Хоть-нибудь. Развеслее немного было. Секундочку. Поднимите руки тех, кто воспользовался моментом и практиковал и понимал себя. Так вот не зря не прошло. Не, не, наполовину так. Зря ничего не проходит, если вы используете каждый момент для того, чтобы понимать себя и сознавать, что вы чувствуете. Понимаете? Зря ничего не проходит. Так. Есёха! 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 Меня не попросят. А мы подождём. Мы тебе потом пересадим. Субтитры создавал DimaTorzok